История первой еврейской христианской общины начинается в 1903 году, когда в Одессу из Варшавы приехал Леон Розенберг. На 17 лет продолжалось его служение в Одессе на небе благовестия евреям. За это время была основана первая еврейская христианская община, объединившая более 250 верующих евреев, библейская школа, выпускники которой начали общины в Киеве, Днепропетровске и Кишиневе. К сожалению, в 1930 году карательными органами НКВД первая еврейская христианская община была уничтожена. Прошло 110 лет. Южное объединение еврейских мессианских общин и церкви города Одессы решили провести совместное служение, чтобы почтить память Леона Розенберга и мессианских евреев, заплативших высокую цену за веру в Ешуа. К празднику предшествовала пресс-конференция, на котором пастора мессианских общин Одессы отвечали на вопросы журналистов. Леон Розенберг – это человек, который приехал из Польши со своей семьей 10 октября 1903 года в Одессу. И здесь же образовалась, в них уже была маленькая община, но они зарегистрировали первую еврейскую христианскую церковь. Добрый вечер, дорогие друзья. Шаббат шалом вам. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. На праздник, посвященный 110-летию еврейского мессианского служения, пришли гости из различных церквей и динаминаций города. Виктор Марченко, мое служение заместитель епископа церквей христиан веры евангельской Одесской области. Ну что, сегодня был замечательный вечер. Слава Богу! Бог специально дает нам такие даты, чтобы мы могли сделать остановки, праздники, различные события, мероприятия. Кто-то сказал, что мы не можем иметь будущего, если не будем знать прошлое. Сегодня, в этот вечер, мы говорили о Леоне Розенберге, о евангелисте, проповеднике, пастыре, миссионере из еврейского и для еврейского народа. Святой, Святой, Святой Лично мне понравился очень сильно, понравился слоган этого вечера и книга, которая была представлена здесь. Жизнь лишь одна. Знаете, один Господь, одна вера, одно крещение. И жизнь одна. И прожить ее необходимо на все сто процентов, прожить ее необходимо по максимуму, для того, чтобы исполнить абсолютно все то, что Бог, Он желает, чтобы мы исполнили. Из Иерусалима приехал известный в христианском мире певец Исраиль Ройту. Музыка Миница к поздравлениям 110-й годовщине миссианского, еврейского движения. И, конечно, для меня была большая честь быть в это, возможно, короткое время, но очень удовольственное время. Мы не просто вспоминали историю. Я верю, что это движение, оно не закончилось, не завершилось. Сейчас мы еще на полпути, мы еще продолжаем. И, конечно, я думаю, что большое спасибо организаторам. Действительно, вечером получился на славу. И, конечно, многие лидеры, пастыря, которые присутствовали, возможно, возьмут для себя что-то, частичку того, что принесет благословение в их церкви. Музыка Праздник продолжился на следующий день в еврейско-миссианской общине Свет Несиний. Барухата Адонай Лгену, Мелегалама, Шербахебану, Микон Лгемим, Винатан Лануэт Торато. Барухата Адонай, Нотенга Тора. Символически и то, что юбилей миссианского движения совпал с праздником Симхат Тора, когда по традиции принято начинать цикл годового чтения Тора. Сегодня соединилось прошлое и настоящее еврейско-миссианского движения. За эту неделю наша община и дружеские общины Одессы, Одесской области, сделали, может быть, невозможно или же даже больше. Они сделали то, что написано в Писании, проповедовать Евангелие. Они раздали 20 тысяч пригласительных. Они работали с евреями на улице, молились с ними. Они приводили их сюда. Этот зал был переполнен. Как вы видите, эти люди пришли, чтобы услышать, что происходило здесь 110 лет назад. А это благовестие. Сегодня оно продолжается и дело Леона Розенберга не умерло. Оно продолжается, живет. И пока мессия не придет, мы это будем делать. Праздник завершился. Но он показал, что единство тела мессии возможно не только теоретически. Ведь церковь – это не просто доктрины и внутрецерковные правила, а люди, которых объединяет вера в мессию Израиля и Иисуса Христа. Валентин Эйтан, Одесса.